Небольшой еще дисклеймер перед тем, как начнем, я это понял сейчас на стадии монтажа, то, что стоит сказать об этом, это не попытка как-то заполучить вашу поддержку, надавить на жалость и так далее, я сказал все, что думал, все, как я это вижу, и все, что смог, короче, я из себя выдавил, можно сказать, потому что я не умею формулировать мысли нормально, тем более то, что я записывал на импровизации без текста, ну и вот как-то так. Добрый день. Записываю без текста, без ничего, поэтому, возможно, я буду как-то херово выражаться, не смогу нормально построить свою мысль, и все это будет затянуто, и так далее, и тому подобное, ну, не судите, пожалуйста. Думаю, некоторые из вас заметили ситуацию на канале в последнее время, многие обозлились на меня, я обозлился на многих, и вина этому всему NLC, а точнее, то, что я взялся за него вообще. Начнем с самого начала. Я купил новый комп, и я думал, что же мне такого пройти, вроде как у меня сейчас все свободные слоты, так сказать, да, для прохождений, то есть я на данный момент ничего не проходил, на тот момент, а не на данный, и я думал, чего мне такого пройти, ну и просто мне почему-то взбрело в голову поиграть в NLC, не знаю почему, но я решил это сделать. И я это сделал, я увидел большой фидбэк и подумал, хм, а может не так уж все и плохо, может быть стоит поиграть в этот мод, потому что я сыграл там первые час-два, и в принципе все неплохо. Ну и я решил идти дальше. Я снимал серию за серией, вы поддерживали, все, в общем-то, было как обычно. Затем, уже ближе к середине прохождения, ну, прохождение имею ввиду эти 20 серий, которые я отснял, то есть ближе уже где-то к 10 сериям, начала происходить лютая дичь. Я начинал жестко тупить, что-то просирать, что-то не успевать и так далее. Игра у меня определенно пошла ко дну. Снаряжение у меня не менялось, у меня все было херовым, ну, в общем, да, игра шла очень плохо и шла до сих пор, то есть до последней серии. Естественно, за меня на это наехали, не все, многие меня поддерживают, но все равно я такой же человек, как и вы, и мне важно, что обо мне говорят. И, соответственно, естественно, я вижу ту часть людей, которая постоянно в чем-то меня упрекает, оскорбляет, хейтит. Вот, второй, я вообще не понимаю, за что меня тут можно реально, вот прям реально ненавидеть или, я не знаю, короче, как вам объяснить, но, в общем, появилась куча говна в комментариях, везде, абсолютно везде. Мне это уже не нравилось, я уже на тот момент задумывался, может, ну, нахер этот NLC и зачем из него вообще брался. Да, я давал обещание не забрасывать моды, и вот это вот обещание, оно реально мне сейчас как палки в колеса. С одной стороны, не хочется нарушать обещание, но с другой стороны, я залез в такое дерьмо, в которое я не залазил еще никогда. И это, наверное, самая огромная ошибка в жизни моего канала, и я очень жалею то, что я залез в это дерьмо, но сейчас попробую объяснить. Значит, шли серии дальше, у меня горело все больше. Да, я бомбил на разрабов, я бомбил на комьюнити NLC, за что, конечно, хотелось бы извиниться, потому что это было, ну, не знаю, это было неправильно. Да, причем здесь разрабы, причем здесь комьюнити NLC, тем более, да, из-за того, что я такой вот человек, я не могу играть в NLC, то есть этот мод явно не для меня, он не под мой стиль игры, он, ну, для таких, знаете, людей, которые там очень медленно любят прохождение, вот буквально жить в игре. То есть там реально, один реальный день для них, как один игровой день в NLC, и вот так вот проходить вместе с вами этот мод. Мне же так не нравится, я старался проходить быстро, ну, и, естественно, за что поплатился. Затем случился очень сложный момент в игре, это X18, после чего у меня окончательно сгорело, и я решил взять перерыв от NLC. Многие, конечно же, начали писать, мол, я забросил, я там такой, сякой, плохой и так далее. Хотя, на самом деле, я на тот момент еще не собирался забрасывать, я собирался продолжать, у меня была, ну, схемка, что делать, как выкручиваться из ситуации, в которую я встрял в игре. Ну и, собственно, я выкрутился, да, я записал 20-ю серию, уже на тот момент количество говна в комментариях просто зашкаливало. Можно было заглянуть в комментарии под любым постом, под любым видосом по NLC, там обязательно будет хейт. И, что самое обидное, этот хейт выливался и на другие видео, вообще не связанные с NLC, то есть на другие моды, там, на РП-проекты и так далее. Стабильно вываливалось там, ну, несколько сотен дизлайков, которых у меня, не знаю, в жизни никогда не было на видосах. Ну, я имею в виду, как вам сказать, то есть у меня стандартное соотношение, это примерно 1 дизлайк на 100 лайков. То есть 1000 лайков равно 10 дизлайков и так далее. В случае же с обостроенной ситуацией с NLC, дизлайков становилось больше по 200, по 300 и так далее. Мне уже на тот момент было обидно и я не знал, что делать, у меня была жесткая дизмораль. Возможно, по мне в видео это не видно, но последние недели, неделю или недели две я жестко дизморалюсь по всему буквально. Ну, так вот, я выпустил 20-ю серию, где вроде как все проделал, там, 100 тысяч заработал, все дела. И должен был отправиться в лабораторию, но случилось так-то, что в один день я записывал три видео. Я записал NLC и я записал два ролика на второй канал. На втором канале я сейчас выпускаю трэш-контент, чисто такой, рофель, там, с друзьями, все дела. Вот, и я в этот же день пошел с друзьями записывать эти два видео. Я, к сожалению, не такой профессиональный юнтубер, да. Вот, на втором диске у меня там что-то под 2 терабайта памяти, я даже сейчас могу чекнуть. А, ну, 181тб, окей. И вот, у меня оставалось 300 гигов. Да, это много, еще много чего можно уместить в эти 300 гигов, но я почему-то захотел очистить все это дело. Я сначала удалил все смонтированные видео, то есть уже готовые, залитые на ютуб, они там мне уж точно не пригодятся, тем более, что они занимали нехило так места. Потом я решил удалить записи. Я записал хорошую серию с лаборатории X18, она была, правда, интересная за последнее время, потому что все последние серии до 20-й, они были мега скучными, я просто бегал туда-сюда и все. Но вот так вот вышло то, что во время очистки я случайно удалил серию NLC, но при этом я не удалил два тех трэш-ролика, которые записал на второй канал. Потому что, ну и я думаю, вы знаете, как выглядят файлы на компьютере, это файлы видео, да, то есть там, ну, просто такая иконка с каким-то кадром из самого видео. А кадры те были яркие, и мне их было легко заметить. A NLC же, это, ну, сталкер, довольно серая картинка, и поэтому она сливалась со всем остальным, я даже не заметил, как я ее удалил. А из-за того, что она весила 40 гигов, одна запись, там была часовая запись, у меня даже аудиодорожка осталась, вот вам скриншот, сколько она длится и так далее. Но я думаю, пустую аудиодорожку на час я бы точно не стал записывать, я не настолько дебил. Там есть весь аудиоряд, все, что я говорил, короче, в этой 21 выпиленной, удаленной, потерянной серии, вот. Ну, получилось тогда, я удалил. Я об этом написал, и, конечно же, на меня опять вылилось море говна. Мол, да ты просто не хочешь проходить, и так далее, и тому подобное. Также меня упрекали в том, что вот ты опять теряешь видос. Вы говорите так, будто я каждую неделю удалял по видосу, и из-за этого такой, типа, нет, сегодня видео не будет, сорян. У меня таких ситуаций, когда я случайно удалил запись, было за всю историю, ну, я не знаю, на самом деле, сколько точно, чтобы не наврать. Но, явно меньше десятка, это точно. Может, даже меньше пяти, ну, раза три-четыре, я думаю. Я просто точно не помню, серьезно. И случалось это с большим промежутком времени. Я не робот, я не могу вот так вот все это отследить, что я там удалил, что я там не удалил. Я человек, я могу ошибаться. Да, я ошибочно удалил запись. Ну, и что теперь? Перезаписать я не могу, потому что я не делал бэкапы. И опять же меня там начали называть, типа, а, сын говна, не может бэкапы делать, и так далее. Да, я представляю, конечно, какого сейчас там словесный панно слушать, и что вы вообще поймете после просмотра этого видео. Но излагаю, как могу. И залил я, значит, вчера 21-ю серию, уже после Labo X18, где кратко пересказал, что было в серии. И опять полетел шквал говна. То есть, что бы я ни делал в NLC по отношению к NLC и так далее, я в любом случае буду захейчен. И осужден. Начали появляться в комментарии о том, что я читер. Мол, как я пробежал с этим говном фонящим из темной долины в бар. Откуда у меня деньги, типа, в конце прошлой серии у меня был, вот, комментарий там какой-то был. У тебя в конце прошлой серии было 90к, и в этой серии 90к, ясно, никуда ты не ходил. Как я, по-вашему, тогда сдал документы? Откуда у меня части тела, там, снорков, псевдогиганта, там, ножка была у меня точно. Касательно фонящей херни, я уже говорил, я израсходовал много медицины, пока бежал, плюс оно не так сильно фонило. Недавно со своим другом в Дискорде это обсуждал, который прошел NLC, ну, не прошел, а прошел до радара. Он такой говорит, да, согласен, там, слабо фонит, в принципе, добежать можно. И я добежал. Я израсходовал, там, то ли аптечки, то ли антирады, я уже точно не помню, что было в той серии, но мне удалось добежать. Радиация там реально была слабая, и жрала она очень немедленно. Касательно денег, начнем с того, что в конце 20 серии у меня было не 90к, а 100, а в начале 21-87, плюс я уже сказал, откуда они. Я сдал 19 КПК, которые стоят по 3000 рублей. 19, уношу на 3000, это будет 57, плюс мне бармен дал, по-моему, то ли 25, то ли 22 тысячи награды, что-то такое. И так я еще по мелочи, там, говна всякого напродавал, плюс 22, уже 79 выходит, и, опять же, на 8 тысяч я напродавал говна всякого. Я там и броники потаскал, и автоматы с военных, которые потом появились около, ну, на выходе из Лаба Икс-18, и так далее, и тому подобное. Так у меня и вышло 87К. Потом я пошел на дикую территорию, у меня просрались ученые, потому что я долго делал этот квест, и опять мне некуда отгружаться. И дальше в игре такая ситуация происходит, я, ну, мне, опять же, друг рассказывал в Дискорде, то, что мне нужно будет 3 изумрудных артефакта. А для того, чтобы их найти, мне потребуются, там, арты второго уровня, еще что-то, еще что-то. Я уже сейчас реально в деталях все не помню, но точно помню то, что мне такое вряд ли вывести, это опять надолго затянется. И я опять зашел в игровой тупик, только еще более жесткий, чем в прошлый раз. Так вот, чему я это клоню? Я не могу играть в НЛС, и не могу смотреть на то, что происходит в комментариях, и так далее. Наверное, многие думают, типа, тебе лучше забить на них, не слушай никого, и так далее. Но даже среди моих постоянных зрителей, с которыми я общаюсь, которых я часто вижу, они уже сами не терпят НЛС и просто молятся, чтобы он поскорее исчез с канала. И проснувшись сегодня утром, прочитав очередной шквал говна, который вылился в мою сторону за то, что я опять что-то неправильно сделал, я понял то, что я должен скрыть все серии, потому что это была самая большая ошибка, опять же, в истории канала. Я не должен был браться за это, и да, мне очень обидно то, что я влез в это, причем залез довольно далеко. Я не сразу свалил. Если бы я сразу свалил, это было бы еще ладно. А так, когда уже снято 21 видео, 21, это серьезно. Плюс мне надоела постоянная дизмораль от... Я не знаю, кто это пишет, это либо просто челики, которые меня не любят, пишут, либо это пишут заядлые игроки НЛС, либо же вообще моя подписота сама же пишет. Я не знаю, кто это пишет на самом деле, вот эти все комментарии, но я думаю... Ах, нет, вы уже не почитаете, потому что я скрыл все видео, я удалил все записи касательно НЛС. Но я думаю, те, кто застали эти видео и посты, когда они вышли, вы понимаете, о чем идет речь. Особенно, когда я сказал, что я удалил видео. Слишком много негатива все это скопило вокруг себя. И мой интеллект, не позволяющий играть в этот шедевр. Все это привело меня к тому, что я решил все-таки, да, скрыть. Я потерял суммарно полтора миллиона просмотров. Скорее всего, меня выкинет нахуй с рекомендаций, с алгоритмов, что там еще может быть. Но и по делу мне. Скорее всего, после этого видео кто-то отпишется. Опять же, окей, отписывайтесь. Наверное, это заслужил. И какова бы не была реакция общественности на это. Но я просто устал, понимаете. С каждым днем все больше и больше дизморали. Я понимал то, что чем дальше я буду вот это вот в это играть, тем больше хуйни на меня будет выливаться. И да. И в последнее время у меня даже уже возникало желание просто взять и уйти нахер с ютуба на время хотя бы. Там, ну, не знаю, насколько именно, но чисто, знаете, забыть вот это вот все. Но я решил то, что не стоит из-за этого жертвовать там каналом, потому что это может жестко по нему ударить. Причем ударить так, что потом хер поднимешь обратно этот канал. Поэтому как-то так. Я извиняюсь перед теми, кого, возможно, оскорбил во время прохождения или еще что-то. Извиняюсь перед теми, чье время я потратил. И извиняюсь, наверное, перед подписчиками. Потому что за то, что начал вообще это делать. И я не знаю, что мне сейчас сказать на самом деле. Я просто сказал все, что думал. Я не знаю, поняли ли вы вообще что-то из этого или нет. Возможно, вы не поняли, потому что я дебил неправильно изложил и так далее. Возможно, потому что... Я не знаю, почему еще. Ну, короче, кто понял, тот понял. Кто не понял, тот не понял. Все, я уже хер вину начинаю нести. Я это все видео делал. В общем, принял я такое решение. Пусть что будет, то будет. Я просто не хочу дальше усугублять это все. Потому что это реально была огромная ошибка. И если бы я это продолжил, то все было бы еще хуже. А мне как-то не хочется особо дезморалиться перед Новым годом. Тем более сейчас сессии вот эти вот сраные. Это еще дополнительный стресс. И боязнь, не знаю, того, что ты не сдашь. А если не сдашь, это все, это вообще капец. Опять дезмораль. И вот эта вот вся херня. Но я не хочу, чтобы она была перед Новым годом. Мне хочется особо как-то портить настроение. Ни себе, ни вам, ни кому-то еще. Поэтому как-то так. Не знаю, простите ли вы меня. Но я не знаю, что еще сказать. Все, я все, что мог, все, что хотел, сказал. А там уже решайте сами, что со мной делать. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...